Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Инспектор, вы мне должны еще спасибо сказать. Такой фразой в общении с сотрудником ДПС теперь, видимо, может пользоваться любой из нас. Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что его подчиненные обязаны благодарить автомобилистов. Цитирую генерал-майора, мы личному составу объясняем, что каждая остановка транспортного средства – это отнимание времени у гражданина. Конечно же, должна быть оперативность в проверке. И, конечно, надо благодарить участника дорожного движения, который содействовал ГАИ, предоставил свое время для того, чтобы мы проверили и отпустили его. Трасса 101 В следующем году в России могут существенно подорожать новые автомобили. Легковые примерно на 15%, грузовики до 40%. Причина – увеличение утилизационного сбора для автозаводов, чего требует Министерство промышленности и торговли. Если это предложение будет реализовано, сильнее всего вырастут цены на машины, ввозимые к нам из-за рубежа. Трасса 101 Кировская область попала в список регионов с самой невысокой средней ценой приобретаемого автомобиля – нового. Наш показатель в этом году, по данным агентства «Автостат» – 1 миллион 10 тысяч рублей с копейками. В среднем по стране – 1 миллион 330 тысяч. Однако в этом отношении мы обходим Пермский край, Удмуртию и Чувашию. Больше всех денег на машины тратят в Приморском крае. В среднем более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Трасса 101 Киа Рио под конец года выбился в лидеры продаж новых легковушек в нашей стране. На втором месте впервые оказалась Лада Веста. Корейцу она уступает совсем немного – порядка сотни единиц. Бронза у Лады Гранта. Также в пятерке – Хёнде Крета и Хёнде Солярис. Спрос на последний за последнее время просто рухнул. Московским таксистам придется выучить английский язык, если они планируют работать во время проведения чемпионата мира по футболу летом следующего года. Кроме того, извозчикам необходимо будет получить аккредитацию, разместить в салоне авто информацию о себе и тарифах, а также погасить задолженность по штрафам, если таковая имеется. Есть требования и к цвету автомобилей такси. В столице только желтый, в области только белый. Возраст авто не старше 4 лет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова